Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Александр Ломакин. Я сегодня записывал видео на озере Шугар-Пай. И сейчас я возвращаюсь с этого озера и хотел бы сделать вторую часть. То есть на озере мои друзья собирались и очень короткое видео получилось. Я почувствовал, что я не успел рассказать про озеро в этой связи. И сейчас, пользуясь моментом, я возвращаюсь в Сакраменто, домой и по дороге. Вот так выглядит дорога. Вот, я хочу записать еще одно видео. Пытаюсь пристроить камеру на приборную доску машины. И хочу сделать еще одно видео, где, может быть, как бы не может быть, а еще подробнее, еще немного расскажу об этом озере. И как там, как говорится, классно. Да? Вот. Но прежде чем сказать что-то об озере, хотелось бы сказать о самой дороге. Я ехал, еду туда, как бы ехал туда из Сакраменто через, как это, Хилс, Форест Хилс. А, такой есть городок, Форест Хилс. Практически я сейчас через него еду. Маленький городок в лесу, но довольно-таки известный. Здесь проводят свадьбы, кстати. Здесь есть много таких мест, где проводятся свадьбы. То есть, венчание на природе с видом, как бы, с холма ставятся стульчики, как это в Америке принято. И с холма такой вид. И проходит венчание. Потом здесь, в Форест Хилл, есть, как сказать, таверна или ресторан. Очень древний вид, может быть, 1800 какого-то года постройки это здание. И там проходят свадьбы, как банкет. То есть, как бы на диком западе, как в вэстерн. Как в фильмах про запад Америки. Вэстерн. Как-то по-русски так, в принципе, переводится. Вэстерн. Вот. И сейчас я возвращаюсь с озера, так, этой же дорогой. Нет, это была маленькая деревушка. Это была маленькая деревушка. И я еще не доехал до Форест Хилла. Как-то я думаю, что еще где-то минут 10. Не знаю. Минут 10 я буду в Форест Хилле. Вот. А пока... А пока это лесная дорога, которой я ехал туда и сейчас возвращаюсь обратно. Здесь деревья эти, так сказать, хвойные. Смешанный лес, кстати. И лиственные деревья, и хвойные. Вот. То есть очень... Очень красиво. Я так сказал. Невероятно красиво. И сейчас уже 7 часов вечера. Закат. И тоже очень красивый пейзаж от этого создается. Это такая лесная дорога, как... Как-то в Алисе... В Алисе стране чудес. Как сказочная лесная дорога. Тянется и тянется. Где-то мне ехать около час 20 до Сакраменто. Ну, там по хайваю не так интересно. Ну, по автобаму. А здесь лесная дорога очень даже интересна. Очень красиво. Тут такие старинные деревья. Старый лес достаточно. Вот. И, значит, это озеро тоже невероятно чистое. Как бы я показал воду. Вода очень чистая в озере. И купаться одно удовольствие. Там где-то 3-4 метра видно дно. Вот такое... На такой глубине еще видно дно. Камешки, песочек. Красиво. Я так понял, тоже искусственное водохранилище. Там, ну, что есть дамба. И перекрыта река. Какая река, я не уточнял. Не знаю точно, какая. Вот. Но... Так же сделано искусственное водохранилище. Очень красивое озеро. Я, кстати, первый раз был на этом озере. Буду еще туда ездить. Относительно близко к Сакраменто. И очень чистая вода. И тишина такая. Лес кругом. Вот. Мне напоминает, в Подмосковье тоже. Там много озер таких лесных. Я, когда был маленьким, с родителями мы ездили туда. Вот там отдыха. Это такое же... Те же ощущения. Вот. Значит, что еще можно сказать? Ну, там тоже можно приехать с лодкой. С водным мотоциклом. Там есть съезд для лодок. Специальный бетонный съезд в воду. Можно поехать, покататься, поплавать. Вот. Похоже, я въезжаю в Форест Хилл. Это вот город маленький. Но еще не центр, где эта таверна находится для банкетов. Вот. Это еще как бы, ну, как сказать, пригород Форест Хилла. Домики вдоль дороги, все в лесу. Вот. Как сказать, очень такой умиротворенный вид создают. Ну, я уже близко к центру Форест Хилла. Да, очень классное озеро. Почти там близко. Я еще был на Таху, но, к сожалению, я... Таху озеро. Это очень известное озеро во всем мире. Это один из крупнейших запасов пресной воды, как и озеро Байкал. Вот. И там тоже невероятно чистая вода. Но там вода очень холодная. Оно как бы натуральное уже. Это не запруженная река. Это уже как бы натуральное горное озеро. Я говорю о озере Таху сейчас. Вот. И там ключи бьют везде. В озере и в горах, и стекают. И вот где ключи истекают в... А вот, кстати, это центр. Это центр Форест Хилла сейчас. Вот здесь вот проходит... Слева от меня будет... Но в камеру очень мелко. Но слева от меня будет таверна, где проходят банкеты свадебные. Ну, там день рождения и все остальное. Юбилей там. Вот этот центр Форест Хилла я сейчас проезжаю. Ну, как сказать, в камеру не видно. Но хотя, может, видно чуть-чуть слева от меня это здание. А вот. Ну вот. Значит, озеро Таха очень холодное по отношению с Волсом или вот с Сигерпай. Поэтому там, конечно, приятно, но в воде долго я там находиться не мог. Очень-очень холодно. Кстати, еще на Шигерпай здесь попрохладнее, чем в Сакраменто. В Сакраменто сейчас 37 градусов, а на Шигерпай где-то около 30. Ну, может, 20... 28, но около 30. Ну, попрохладнее. Я здесь весь день провел. Вот. И не так жарко, как в Сакраменто. Вот. Замечательный день. Я очень-очень доволен своей поездкой на озеро Шигерпай. Так что, это часть вторая моего видео с озера Шигерпай. Шигерпай можно буквально перевести как сахар. Сахарный кусок пирога или пирог, в принципе. Сахарный пирог. Ну, не знаю, почему так называется. Может, какое-то и есть историческое объяснение этому названию. Ну, очень классное озеро. Ну, вот. Я очень доволен поездкой. Ну, да, видите, это центр города. Это школа. Видно, у них есть здесь Forest Hill. Тут справа от меня здание находится Forest Hill. Как сказать, общеобразовательная школа. Я только что проехал. Вот. И, как бы, я уже понимаю, что сейчас я выхожу из Forest Hill. Это был город Forest Hill, который сейчас проехал. Вот. И дальше будет уже просто как такая лесная, горно-лесная дорога через горы до уже автобама 80. Это межштатная автобама. 80-ка мы ее называем. Она идет от одного побережья из Сан-Франциско берет начало до восточного побережья. Возможно, Нью-Йорка. Я по ней до конца не доезжал. Это три с половиной тысячи миль. Она тянется, это 80-ка через всю Америку. По ней можно пересечь Америку как я слышал за, если не останавливаясь, где-то за 35 часов на машине. Ну, если не останавливаться, ну, как это возможно, да? А если останавливаться, то, соответственно, в два раза или в три раза дольше. Где-то за два-три дня можно проехать от Сан-Франциско до Нью-Йорка до 80-ки, на которые я сейчас выйду через буквально где-то минут 20. Ну, как говорится, это видео подходит к концу. Forest Hill. Ну, какой-то старый трактор стоит, а на ему лет 100, ну, 50 точно там справа от меня. Такой старый-старый трактор, который, кстати, я записывал в другом городе Винтерс. На моем канале есть видео, я где-то примерно около года назад поездка в Винтерс у меня была. И там тоже такой же старинный трактор John Deere. Наверное, 30-х годов того столетия. Может, ему где-то 90 лет этому трактору, кстати, экспонату. И он даже тоже в центре города выставлен как экспонат покрашен, как бы, ну, как экспонат из хозяйственной техники. Это мог бы 90 лет тому трактору. Ну, этому тоже, кстати. Ну, что, спасибо, что меня смотрите. Как говорится, увидимся в видео, которое будет сразу после этого. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok